Дорогие друзья, давайте продолжать наш семинар. Сегодня у нас выступает Иван Юрьевич Кулаков, чемпионат Российской Академии Наук, заместитель директора геологии и геофизики. Геофизика занимается, на мой взгляд, страшно интересными вещами, изучением вулканов. Вот он сегодня про это расскажет. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно в такой молодой аудитории выступать. Я надеюсь, что что-то из моего доклада вас тронет и, может быть, кто-то из вас окажется на ГГФе. Но даже если не на ГГФе, а на другом факультете, то, в принципе, дорога есть от других факультетов прийти к нам и работать в таких местах, с такими интересными объектами. Ну да, вот я действительно из Института нефтегазовой геологии и геофизики. Ну, наш институт, помимо нефти и газа, занимается и множеством других интересных проблем. И, в частности, вот я ответственен за геофизическое отделение. То есть у нас это отделение достаточно большое, сильное. Ну и одна из наиболее интересных задач – это изучение вулканов. Помимо вулканов у нас тут множество других задач. Но сегодня в докладе я хочу рассказать именно про вулканы. Ну, вулканы, они, как всегда, очень такая, как говорят, на Западе секси. То есть тема, которая привлекает всегда историческое внимание не только ученых, но и там Голливуд. И просто люди всегда исторически были очень заинтересованы в вулканах. Это, конечно, жуткая катастрофа, связанная с вулканами, но, тем не менее, это очень красиво. И люди всегда с благодарением смотрели на вулканы. Ну и, естественно, что вот такого рода исследования, они привлекают большой интерес. Ну и есть вулканы, которые на слухой этого – Везумий, тамбора, лакер. То есть эти вулканы, они очень известные, они услугу, про них написано множество книг, сделаны фильмы, показаны там, ну, про них, по крайней мере, все знают. И здесь вот показаны вот эти вот основные вулканы, основные, наиболее известные вулканы по объемам извержения. Вообще сила извержения, она измеряется в кубических километрах. То есть если всю пыль, которая вылетела из вулканов, весь пепел, весь газ, собрать, спрессовать вот в единый такой кубик твердый, эквивалент твердый, так называемый эквивалент, да, твердый эквивалент, то вот этот объем, он отражает силу извержения. То есть это, как правило, взрывные извержения, наиболее катастрофические извержения, они взрывные. И можете себе представить, что вот если вот так вот спрессовали, и, например, вот в Тамборе было 150 кубических километров. То есть это очень-очень много. Если смотреть на суперизвержения, то там уже речь идет о тысячах кубических километров. И этот пепел, эти газы, они распространяются по всей Земле, и, естественно, они влияют на климат, на жизнь всей биосферы, на жизнь людей, понятное дело. И на самом деле вот эти вот все извержения, они влияли на историю человечества гораздо сильнее, чем мы этого представляем. Здесь, в этом докладе, я приведу несколько примеров, как извержения вулканов повлияли на развитие человечества. Ну, надо сказать, что даже самые маленькие вот эти извержения, вот здесь маленькая точка, которая, ну, это 0,01 кубического километра, вроде, казалось бы, совсем небольшое извержение. Это вот извержение, которое произошло в 2010 году в Исландии, вот этого вулкана, которого я сам лично не могу произнести. Я думаю, что кто-то из вас может произнести, но вот я как-то никогда не мог научиться. Я как раз вот был в это время в аэропорту Шереметьево и как раз должен был лететь куда-то там в Германию. И на два дня Адрес Австриал, потом улетел в Новосибирск, потому что все пространство над Европой было затянуто пеплом от этого, ну, небольшого по историческим меркам вулкана. То есть этот вулкан, даже вот вроде, казалось бы, в историческом плане, по сравнению с другими вулканами, он совершенно небольшой. Ну, во-первых, здесь была роза ветров такая, что она направила весь этот пепел прямо в Европу. Ну, и во-вторых, все-таки действительно было много вот этого пепла, который очень опасен для самолетов. Почему он опасен? Потому что вот пепел представляет собой вот такие маленькие кусочки стекла, и когда вот двигатель, который крутится с очень большой скоростью, попадает вот в такие маленькие кусочки, они его полностью разрушают. И были случаи, когда самолеты буквально падали из-за того, что вот вроде концентрация совсем не видна этого пепла, ты летишь, вроде небо синее, а вот все равно вот этого вполне достаточно для того, чтобы возникла катастрофа. И именно по этой причине в течение там недели все самолеты в Европе не летали. И вы можете себе представить, какие огромные убытки терпели все эти компании в связи с этим извержением. Можете себе представить, что будет, если извергнется что-то более крупное, ну и которое будет иметь глобальный эффект. Но вообще надо сказать, что мы живем в такое достаточно благоприятное время, и последнее извержение, которое имело реально глобальный эффект, вот такое большое, мега, ну крупное извержение, оно произошло достаточно давно, в 1883 году. В среднем вот такого рода землетрясения, ой, извержения, которые имеют глобальный эффект, они происходят где-то раз в столетие. Ну то есть видно, что уже больше там, больше ста лет не было ни одного такого крупного извержения. Это крокотау. Ну вы, я думаю, услышали, что это такое. Это вот вулкан расположен в Индонезии. Это был остров, гора, в общем-то, достаточно большая гора, ну которая в какой-то момент стала разрушаться из-за извержения. Ну все бы ничего, она бы, вот, разрушается, множество происходит извержений, в результате которых там разрушается горы. Но проблема в том, что здесь образовался такой провал, в который хлынула вода из моря. И эта ваза оказалась на определенной глубине, и, ну, в месте, где была высокая температура, естественно, она закипела, возникло высокое давление, в результате произошел колоссальный взрыв. Взрыв был такой силы, что, ну вот на расстоянии где-то нескольких десятков километров вокруг этого острова, вода просто-напросто обошла. Взрывной волной ее просто отодвинуло так, что там на десятки километров была суша. Естественно, там возникли вот эти пероклассические потоки, которые понеслись вот по поверхности вот этой воды и накрыли побережье. Цунами высотой 30 метров. Конечно, взрыв был очень, который был слышен на расстоянии 3000 километров. Думали, что там война началась просто. Реально вот это было такое. И по всей Земле наблюдались после этого довольно странные такие психоделические закаты. Если вы увидите там, ну, пойдете в какой-нибудь музей, в котором будет живо весь этого времени, все они будут заполнены вот такого рода совершенно фантастическими, нереальными закатами, которые соответствуют именно вот 1883-1885 годы. Надо сказать, что вот картина, вот этот Крик, Мунка, она тоже вроде как, она немножко позже, но она вообще считается, что тоже вдохновлена вот такого рода интересными явлениями. Так, ну, следующий вулкан, о котором я хочу сказать, это самый крупный вулкан, самое крупное извержение, которое произошло со стороны Земли. Здесь мы уже, если там, Крокотау, это было 20 кубических километров, то тут у нас 150 кубических километров. И это была, конечно, огромная катастрофа. То есть вот эта вот огромная территория была полностью покрыта пеплом, то есть черным все, там вообще ничего не было видно. То есть, ну, понятно, что для местного населения это была, ну, просто жуткая катастрофа. Но это извержение привело к большим жертвам и по всей Земле. То есть она изменила климат. Она изменила климат по всей Земле. В частности, вот в Германии летом лежал снег, в Северной Америке лежал снег. Ну, привело к эпидемиям, неурожаям. То есть на самом деле, вот, жертв от этого извержения было гораздо больше по всей Земле от сопутствующих эффектов, чем от непосредственно вот этого взрыва. Ну, вот такие интересные были факты, что вот, например, образование секты мормонов в Соединенных Штатах, оно связано тоже с этим извержением, поскольку было массовое переселение народу на Запад в связи с холодной погодой. Ну, и вот в результате образовались вот такие группки единомышленников, которые вот... В Европе изобрели велосипед благодаря этому извержениям, потому что все лошади выиграли, надо было какое-то альтернативное средство передвижения. Ну, и вот такой интересный факт, что вот велосипед, он изобретен благодаря извержению вулкана. Ну, другое извержение, то есть вот то было, это самое крупное извержение вообще по Земле, а это самое страшное извержение для Европы, которое произошло, поскольку оно произошло в Исландии, оно произошло рядом, и его объем не такой огромный, это всего там 14 кубических километров, но поскольку Исландия рядом с Европой, и как мы знаем, ветры от Исландии идут прямо в Европу, то вот это извержение привело к тому, что в Европе просто катастрофически страшно упала температура, здесь вот шкала до 3 градусов ежегодно, на самом деле это очень-очень много, то есть реально это привело к жутким неурожаям, ну, не говоря о том, что в самой Исландии, конечно, там был вот практически исход весь вымер, конечно, очень много населения тоже вымерло, но в Европе оценивали до 3 миллионов жертв вот этого извержения. Ну, и вот в частности, французская революция, которая произошла несколько лет после этого извержения, она тоже в какой-то мере связана вот с этими волнениями, с этим голодом, которое вызвало это извержение. То есть это самая крупная катастрофа. Ну, и наконец, Россия тоже пострадала от извержения вулкана, и казалось бы, ну, Россия, вулканы, это как-то... Но вот тем не менее, вот это смутное время, которое определило по существу нашу историю, это 1601 год, в это время, ну, был Борис Будунов, как вы знаете, вполне такой хороший администратор, как говорится, то есть у него там вроде как более-менее только-только начали получаться реформы, и тут в Перу, на другом конце земли произошло вот это извержение, объем которого был 30 кубических километров, с таким не очень политкорректным названием, буквально Путина. Ну, и вот это вот извержение привело к тому, что облако Петла, облако газа, оно направилось в Северную Европу, в частности, в Россию, ну, и привело к страшным неурожаям, и все эти реформы, которые начинались с Борисом Будуновым, они, конечно, пошли на смарку, начались волнения, началось смутное время, ну, и вот это вот, то, что произошло потом, оно во многом определилось именно этим смутным временем. Таким образом, вот вулкан также сыграл в истории России определенную роль. Ну, и, конечно, такое замечательное место, как Санторини, Санторини, Эгейское море, сейчас это такой райский уголок, это остров, видите, это остров, но вы видите, что по форме этот остров точно такой же, как Крокотау, то есть это абсолютная копия Крокотау, то есть вот это извержение, которое произошло, оно вот порядка 1500 лет до нашей эры, 1500-1600 лет до нашей эры, его объем был несколько больше, чем Крокотау, то есть раза в три больше, то есть это была крупнейшая катастрофа в Средиземноморье, ну, и вся мифология европейских всех народов, она по многому определена этой катастрофой, потому что там, очевидно, было огромное цунами, огромные, там, пироклассические потоки, которые, ну, повлияли на жизнь всех людей по побережью Средиземного моря. Ну, то есть вот этими примерами я хочу сказать, что вот, конечно, извержение, вот если такого рода, такого масштаба извержения случается, это не проблема одной страны, скажем, в Донезии, или там, в Исландии, или там, в Греции, вот такого рода масштаб извержений приводит к глобальным катастрофам, и, соответственно, вот если такое произойдет, то все самолеты станут в течение там нескольких лет, там, что будут проблемы с сельским хозяйством, со связью, со всем, то есть нужно всегда учитывать вот такого рода риск и создавать технологии, которые смогут преодолеть эти проблемы с помощью, ну, создавать самолеты, которые, условно говоря, летают в такой... До нашей эры? И до нашей эры. Вашу последние тысячелетия? А? В чем за последние тысячелетия? В каком смысле за последние? А, ну, за последние, наверное, тысячелетия? В последние тысячелетия? Ну да, здесь можно. За несколько последних. Да, конечно. То есть это и до нашей эры, все-таки, да? Ну, к сожалению, мы ничего не можем сделать с этими извержениями. То есть они, как случаются, ну, здесь мы... не предотвратить, не ослабить, никак повлиять на них не можем. Считается, что вроде как можно и как-то... Если они уже почти готовы, то вот есть случаи, когда, скажем, в Везувии в 44-м году, в 1944-м году бросали бомбы и вроде как после этого начали извергаться. Но это... Ну, очень... должно быть совпадение, что вот вулкан уже готов для того, чтобы свергнуться, чтобы человек каким-то образом повлиял. На самом деле, человек никак не влияет на вулкан, ничего с этими извержениями он не может. Но, к счастью, в отличие от землетрясения, извержение вулканов можно предсказывать. То есть вулкан — это такой благородный противник, который дает нам предвестники, дает нам инструменты для того, чтобы предсказать. Ну и, в принципе, эти предвестники можно использовать для того, чтобы оценить. Первый — это момент извержения, второе — масштаб извержения. Ну и, зная это, можно уже подготовиться к этому извержению, чтобы минимизировать негативные последствия. Ну это, конечно, эвакуировать население. Если мы видим, что что-то надвигается действительно глобально, то можно уже начинать думать над новыми технологиями, как нам пережить вот такого. Сколько времени примерно? Ну вот, если я очень крупная, то, значит, за несколько лет, за несколько, может быть, десятилетий подготовиться. То есть можно подготовиться. По крайней мере, есть те процессы, которые там происходят. Ну, они... Ну, в наше время не было вот крупных глобального масштаба, поэтому точно сказать, конечно, мы не можем. Но мы предполагаем, что можно это и заранее. Ну, вообще, работа с вулканами это такая интересная тема, привлекает внимание Голливуда, даже как Джеймс Бонд Пирс Броснан не брезгует ролями вулканолога. Вот он здесь достаточно... Вот на вертолетах... В общем-то, мы точно так же летаем, надо сказать, что вот наши ребята, иногда приходится им сажаться в вертолеты, чуть ли там не в воздухе, или прыгать из вертолета, прямо как настоящие Джеймса Бонда, они себя чувствуют настоящими такими людьми, вот этими суперменами, и это, конечно, очень приятно им. Ну, а это вот наша команда, в общем-то, ну, не сильно отличается от Пирса Броснана, может, значит, такие дружная команда, то есть вот, ну, иногда приходится работать в очень тяжелых условиях, дождь, ветер, снег, там, ну, иногда условия такие вот замечательные, светит солнце, красивые виды, это вот на горелом вулкане. Ну, вот, дают нам такую машину, замечательная, самая лучшая на Камчатке машина, КамАЗ, которая проходит вообще где угодно, для иностранцев это вообще просто потрясающе, такая, конечно, аттракцион на такой машине есть, она вплоть до лавовых потоков может пересекать, то есть вообще, конечно, фантастика, но, к сожалению, не везде она может пройти, поэтому мы используем такой легкий вертолет на четырех человек, включая пилота, который стоит у нас в лагере, ну, вот эта высота там очень большая, надо сказать, что летолет на такой высоте он слететь не может сам, ему нужно разогнаться, подлететь, ну, подъехать к краю пропасти, и только потом он начинает уже лететь, то есть вот такая интересная тоже вот здесь. Ну, конечно, большая часть маршрутов приходится проходить пешком, с рюкзаками, с тяжелым грузом, то есть это, конечно, такая тяжелая работа, но очень интересная. Ну, вот это вот то, что мы, в общем-то, делаем, в чем наша состоит функция. Мы занимаемся сейсминкой, сейсмологией, то есть мы ставим, закапываем в землю приборы, сейсмографы. Что такое сейсмограф? Ну, сейсмограф — это, условно говоря, такой очень чувствительный микрофон, то есть вот эта вот коробка, это вот микрофон, который регистрирует сигнал, ну, вплоть... главное нам уметь регистрировать достаточно низкочастотный сигнал. То есть частота, которую мы можем регистрировать, ну, вот с данным сейсмографом — это 30 секунд. 30 секунд, то есть 30 секунд вверх, 30 секунд... Нет, скажем тогда, нет. Вверх-вниз — это 30 секунд. Но бывают сейсмографы, которые у нас тоже есть, там до 120 секунд. То есть на самом деле это очень важно, чтобы регистрация шла на низких частотах. Ну, а вот эта коробочка — это вот регистратор. То есть там прибор, который вот эти колебания переводит в электрический, там, запись, которая записывается на карточку. Ну и, естественно, батареи нужны для того, чтобы... координирует друг с друг с другом. Ну и, как я говорил уже, важная особенность наших работников — это уметь быстро копать ямы, чтобы вот эти все оборудования закапывать, что далеко не очевидно в условиях вот этих вулканических сельских пород, когда вот иногда там бомбы. Ну, вулканические, которые, естественно, очень сложно отгадывать. Это вот пример записи. Вот это различные станции, зарегистрировали такое небольшое событие внутри вулкана. То есть вулкан, он трещит. То есть внутри него происходят всякие процессы. Ну, такие маленькие землетрясения происходят, которые мы можем регистрировать. От землетрясения идут волны, сейсмические волны. Идет волна П, продольная волна, это волна сжатия, и волна сдвига, это С-волна. Первая приходит волна сжатия, вот она вот здесь вот видна, а потом вот вторая идет, это волна сдвига, это С-волна. И по этим волнам наша задача, первая, это локализовать этот источник. Ну, примерно, как вот артиллеристы, да, знаете, что вот в этом по времени, когда вы услышали там взрыв, вы можете определить, откуда стрелять с очень большой точностью. Ну, и здесь совершенно так же. Мы можем определить трехмерное пространство положение источника, а заодно и трехмерное распределение технической скоростей. Ну, вот это другое. Землетрясение, это вот здесь ключевская группа вулканов. Вот здесь вот это землетрясение, заинвестировано, вот мы видим, вот эта регистрация. То есть вот это очень важно само по себе узнать, где там происходит вот этот хруст, это землетрясение, ну и, соответственно, скорость. Ну и, конечно же, для того, чтобы это сделать, существуют алгоритмы, в которых очень много в математике, в частности, алгебры. Ну и вот здесь мы имеем контакт с нашими коллегами из математики. Но для того, чтобы исследовать вулканы, в частности, существует множество различных схем. Опять же, вот есть схемы пассивные, то есть там, где используются источники искусственные, есть схемы активные, когда просто приходят со взрывчаткой, взрывают. Ну и сейчас это делать все сложнее и сложнее, потому что, ну, взрывчатку вообще, ну, это не экологично, прежде всего. Ну и потом все-таки это сейчас довольно сложно, много сложностей. Существуют там методы, которые основаны, ну, так называемые методы интерферометрии, когда в качестве источника используется природный шум и путем корреляции по парам станций можно выделять полезные волны. Но об этом я говорить сейчас не буду. Существуют методы, которые, тоже активные источники, то есть у нас остров, например, Сицилия, например, остров, вокруг него ходит корабль, пускает вот такие вот импульсные удары в воду, наверное, вся рыба там вокруг докнет, ну, может, и докнет, но, по крайней мере, грудь тут глотнет. И вот эти удары, они регистрируются станциями, которые стоят на острове, и эту информацию мы можем использовать для наших исследований. Ну, вот, все вы знаете томографию в медицине, наверняка большинство из вас проходили томографию зубов, томографию, рук, чего-нибудь еще, головы, я надеюсь, нет, головы нет еще пока. Ну, здесь это томография в медицине, это хорошо развитый такой инструмент с очень высоко развитыми быстрыми преобразованиями, который позволяет после просвечивания объекта получать очень детальное трехмерное распределение плотности. К сожалению, в земле так просто делать нельзя. Ну, почему? Ну, здесь вот у нас тело мы кладем и обходим его со всех сторон. То есть, у нас есть просвечивание со всех сторон, лучи у нас это прямые линии, то есть, мы не паримся с лучевым трассированием, то есть, здесь все просто. Ну, так, ну, вот здесь вот с чем все? Во-первых, источники нам неизвестны. То есть, задача состоит еще в том, чтобы определять источники. Положение источников зависит от неизвестного распределения скорости, которое нам тоже надо найти. Траектория лучей также зависит от этого же неизвестного распределения скорости. То есть, задача получается супернелинейная. То есть, получается, что надо, у нас известны только времена прихода, не времена пробега, а времена прихода. Времена прихода это год, день, час, минута, секунда. То есть, нам неизвестно, когда произошло землетрясение, неизвестно, где произошло землетрясение. Локализация землетрясения это такая нетривиальная задача, если у нас распределение скорости трехмерное. Ну, вот эти лучшие линии распределения приемников и источников очень неравномерны. У нас землетрясение случается совсем не там, где нам хочется, а не случается там, где они случаются. Ну и, соответственно, мы никогда не можем обеспечить идеальную систему наблюдения. Ну и опять же, землетрясение находится с одной стороны под землей, а станция находится сверху, то есть здесь тоже. Но, тем не менее, эти задачи решаются и решаются с помощью математики. То есть на входе у нас во времена прихода ФС волн землетрясений, на выходе трехмерной модели ФС скоростей, продольных и поперечных скоростей, ну а также соотношение ВППС, почему я это выделил отдельным пунктом, потому что вот это вот отношение скоростей продольных и поперечных волн оказывается очень хороший индикатор именно для вулканов, который показывает наличие жидкости. То есть если у нас жидкость есть, то значит ВППС очень высокая. Если у нас жидкости мало или, скажем, если есть газ, то там она будет низким. То есть это очень хороший параметр. Если будет одновременно жидкость и газ? А? Если одновременно будет жидкость и газ? Ой, это очень сложно. Здесь это, вот это вот сложно, да. Ну масштабы самые разные могут быть от одного километра до сотен километров. Ну и метод это решение системы линейных поравнений. Если вот в томографии медицинской используется интегральное преобразование, то здесь интегральное преобразование использовать нельзя. Здесь надо каждый луч использовать в качестве отдельного уравнения, составлять систему линейных поравнений и решать их. Как составляется система линейных поравнений? Ну вот наша область, вот эта область, она пробивается на клеточки. Через эту область проходит лучик, пересекает некоторые клеточки. Соответственно, вот те клеточки, через которые этот луч не проходят, они никак на этот луч не влияют. Соответственно, вот матлица существительности этой клеточек будет равна на нулю. Но те клеточки, через которые этот луч проходит, вот они, если мы скорость увеличим в этой клеточке, то, соответственно, там и время по лучу уменьшится. Ну, вот это естественно. То есть они влияют на время пробега по лучу. Соответственно, вот оказывается, что вот эта матрица, матрица чувствительности вот каждой клеточке равна длине пробега этого луча в данной клеточке. То есть мы берем время пробега, умножаем на медленность в этой клеточке и получаем вот такую систему линейных равнений. Ну, нам надо добавить еще дополнительные условия. Нам нужно, чтобы решение было более-менее стабильное, устойчивое, чтобы оно не скакало от клеточки к клеточке. Поэтому мы добавляем дополнительные уравнения, которые не дают вот этим скоростям в разных клеточках сильно изменяться. Извините, а каковы размеры клеточки берутся? Вот клеточки можно брать очень маленькими. На самом деле, вот моя позиция такая, что вот клеточки можно брать маленькие и просто вот здесь контролировать эту устойчивость исключительно вот этими уравнениями, которые минимизируют разницу между значениями скорости в соседних клеточках. То есть вот размер клеточки должен быть заведомо меньше, чем размер той аномалии, которую мы должны выделить. Чтобы внутри каждой аномалии было у нас 10 клеточек, самые маленькие, ну, минимум, так, чтобы она восстанавливалась. Ну, случай не обязательно прямой просто нарисован. Да, он здесь просто нарисован прямой. Да, вот и каждый случай, да, одно уравнение. Одно уравнение. Извините, можно еще один? А вот насколько устойчива у нас система получается в результате, то есть в приближении? Устойчивость. Истойчивость, она определяется степенью регуляризации. Изначально, если мы будем решать вот эту систему линейного управления, у нас система будет полностью устойчива. То есть у нас в одной клеточке будет плюс миллион, плюс тысяча процентов, в другой минус тысяча процентов. То есть она будет скакать у нас ужасно. Почему? Потому что вот данные у нас имеются с шумом. То есть у нас есть, например, два луча, которые проходят близко друг к дружке. Один проходит здесь, а другой проходит там через один метр, который проходит. У этого луча, например, временная невязка равна там одна секунда, а у этого луча, который рядом идет, ну одна целая две десятых секунды. Просто из-за того, что там есть ошибка. Соответственно, вот этот алгоритм, если мы не используем никакой регуляризации вот этих всяких, он пытается найти такие значения во всех клеточках, чтобы удовлетворить этому вот условию. Чтобы и здесь было один ноль, а здесь было один и два. И, соответственно, решение получается очень неустойчивым. Но для того, чтобы нам сделать его устойчивым, необходимо там вводить регуляризацию. Но здесь я просто не хочу в детали выдаваться, потому что здесь иначе мы это очень долго будем говорить. Далее у нас получается вот такая вот достаточно большая матрица. То есть у нас каждый П-луч, то есть у нас, например, там 100 тысяч лучей П-волн и там 50 тысяч лучей С-волн. Каждый лучик это одно уравнение. Каждый лучик это значит у нас здесь 150 тысяч уравнений, только связанных с лучами. Еще дополнительные вот уравнения, связанные с регуляризацией. В итоге у нас получается матрица, ну вот здесь порядка там, ну может быть 100 тысяч, может быть 200 тысяч, может быть миллион. Здесь у нас тоже колонна, количество неизвестных. Но каждое землетрясение, оно является отдельно. То есть это независимое переменное. У каждого землетрясения 4 параметра. Это ну координаты и время. То есть у нас если, например, там 500 землетрясений, то получается еще 2000 параметров, связанных с землетрясением. Таким образом у нас здесь получается, ну обычно нормальная там 20 тысяч параметров. То есть матрица получается там 200 тысяч на 20 тысяч. То есть это большая матрица, и ну ее надо уметь оборачивать, уметь решать. Вот такого рода системы линейных уравнений. И есть такой замечательный, просто я сказал бы, волшебный алгоритм, который я очень люблю, который вот реально записывается буквально на одном листе. То есть представляете, вот такой малюсенький махонький алгоритм, вот он, вот он, вот он, вот он осуществует. То есть это все такие подпрограммки, которые связаны там с, ну это технические подпрограммки. Основной алгоритм здесь вот такой. И вот он, вот на обычном компьютере, вот такой обычный компьютер, матрица миллион на 100 тысяч, она обращается вот просто махом. То есть она обращается вообще вот, она не требует большой оперативной памяти, поскольку она проходит построчно. То есть она несколько раз проходит по всей этой системе, и нам сказать, что решает очень хорошо. Я много раз проверял, во всякие тесты делал, и получается просто замечательно. Вот я считаю, что в математике вот только вот за это достижение, ну не зря хлеб едят. То есть ради этого можно простить им все, лишь бы они создавали вот такие чудесные алгоритмы. Потому что действительно это просто чудо для меня, каким образом с помощью такого элементарного решения, такой элементарной программки можно решать такие совершенно сумасшедшие, огромные матрицы. Ну вот это, пожалуй, все, что я хотел сказать про математику, дальше пойдет про вулканы опять, если вы позволите. Так, ну вот я хочу показать несколько примеров, связанных вот с реальной работой, с реальным изучением вулканов. Ну вот этот вулкан, он такой не очень типичный вулкан Безымяга, этот горелый, расположенный в 70 километрах от Петропавловска и Камчатска. Надо сказать, что в общем-то этот вулкан достаточно интересный и в общем-то довольно опасный, потому что вот 30 тысяч лет назад, что вообще по геологическим меркам вообще ничто, это даже не вчерашний день, это прям, ну можно сказать, сегодняшний день, 30 тысяч лет назад было извержение, ну порядка такого же масштаба, как тамбора. Ну порядка 100 кубических километров, то есть тамбора, который имел глобальный эффект, вот тоже это вот оно было. И вот мы сейчас находимся, вот если здесь смотреть, мы находимся на краю кальдера, это такая вот, ну круглая депрессия. Вот это вот кальдера образовалась в результате этого взрыва. А это уже новый вулкан, который растет, растет, растет. Это считается щитовой вулкан, щитовой вулкан, потому что он базальтер, базальтер распространяется, они очень жидкие, они распространяются очень быстро, поэтому они не формируют вот такие конусы, какие мы обычно знаем в вулканах. Но тем не менее он очень опасный. Вот в тот момент, когда мы ставили станцию, из него выходило порядка 13 тысяч тонн газа в сутки. То есть 13 тысяч тонн газа в сутки, это довольно ощутимое объемо. Вот видите, да, вот эта вот кальдера, ну порядка 15 километров ее диаметр. Ну как бы идеальный такой взрыв, то есть произошел такой, что вот это все рухнуло потом. То есть вот это вот след от того взрыва, который произошел 30 тысяч лет назад. И вот это наши сейсмические станции здесь расположены, которые мы используем для того, чтобы построить трехмерное объединение под вулканом. Так, ну вот это вот, он очень шумный этот вулкан, потому что там постоянно, вот вы когда к кратеру подходите, там буквально разговаривать невозможно, потому что этот вот газ, который выходит из относительно небольшой дырки в земле, 12 тысяч тонн в сутки, это очень много на самом деле. Он вырывается, ну как ядерная, вот так сказать, как ракета, двигатель ракеты. То есть это очень шумно. И естественно вот этот шум, который в Варцелоне, естественно здесь записывается. Но тем не менее, внутри вулкана происходят события, землетесения, которые можно также зарегистрировать, обработать. Это очень тяжелый процесс. И надо сказать, что вообще с этим вулканом у нас шло так все не очень просто. То есть изначально, ну вот мы знаем, что вот, ну для того, чтобы начать работу, нам нужна какая-то франковая модель. Ну и вот обычно мы знаем, что вулкан это что-то такое мокрое, там много вот этого, всяких расплавов, воды, всего-всего. То есть обычно мы с вулканом, когда работаем, начинаем с высокого значения, вот как раз это ВПФС, отношение ВПФС. Ну берем там 1,75, 1,8, 1,85, ну ничего не получается вообще. Все, ничего не сходится. И один раз мы просто вот по ошибке вместо 1,75 я поставил там 1,5. Вот казалось бы совершенно абсурдное значение. И вот, надо же, все сработало. Потом начал смотреть литературу вот в нефтяной, в нефтегазовом, там всякие проблемы. Оказывается, что вот 1,5 это вот место, ну вот такое соотношение, оно наблюдается в газовых месторождениях. То есть по существу этот вулкан это, ну такая вот газовая кастрюля, газовый паровой котел, наполненный газом, в котором очень низкое соотношение ВПФС. Ну вот то, что у нас получилось, это вот галинонтальное исчечение на разных глубинах. То, что вот это коричневое, это повышенное значение ВПФС, синий, это пониженное соотношение. То есть в центральной части видно, что вот есть какая-то вот эта вот, кратер непосредственно здесь находится. Ну и вот видно, что в центральной части есть какая-то вот аномалия с повышенным отношением. И вот на вертикальных исчечениях мы видим, что она находится непосредственно под кратером. Здесь же у нас происходит основная часть вот этих землетрясений. То есть по существу это вот происходит дегазация вещества. То есть вот как вот, ну Кока-Колу, например, вот вы вот открываете, вот так вот, когда она закрыта, у вас вроде бы никаких пузырьков особо нет, но вы открываете, давление падает, и в ней тут же образуются вот эти пузырьки. И вот эти пузырьки, вот здесь точно так же выходит, вот этот газ выходит из магмы, в результате понижения давления. Ну и вот этот постоянный приток жидкости вот в этом канале он происходит, и эта жидкость, она переходит в газ. Ну и вот вы видите, вот это вот, на 300 метров в высоту вот этот газ выходит. Он доходит где-то вот до 300 метров, и там, говорит, он остывает и превращается в такие облака. Вот здесь 11 тысяч тонн, но вообще 13 тысяч тонн в день. Ну там очень сложно оценить, потому что здесь это. То есть по существу этот вот такой огромный паровой котел. Ну, надо сказать, что вот эта знаменитая гидротермальная станция, которая находится рядом, которая использует этот пар, который идет из-под земли, для того, чтобы крутить турбины, для того, чтобы питать город Петропавловск-Камчатский, она находится, ну, на периферии этого газового котла. То есть вот это вот достаточно интересно, и может иметь большой практический интерес. То есть вот это вот эта, ну, чистая энергия, которую можно использовать, которая не портит природу. Другой вулкан, другой вулкан, это вот Невада-Дели-Руис. Я там был на этом вулкане, кстати, вот год назад, в Колумбии. Ну, высота вот здесь вот, здесь вот я стою порядка, там, 4,5 километра. Самый, это 5,5 километра, то есть вот эта его часть. Он в настоящий момент активный, то есть вот, когда я брал фотографию, там все говорят, что надо очень осторожность с ним, потому что в любой момент может начаться там теплопад и вообще всякое. Но он известен трагическим событием, которое произошло в 1985 году. Тогда вот это вот, то извержение, его предсказали очень хорошо. Там были альянсы, они работали, они сказали, что эвакуируйтесь, потому что очень опасное вот это извержение, потому что вот этот вулкан, он был покрыт полностью снегом в этот момент. То есть там ледники были. Эвакуируйте население. Вот в любой момент, в любой день он может начать извергаться. Это очень опасно. Но вот у властей там были какие-то свои политические там выборы, и что-то еще, и там как раз вот было какая-то перебои со связью. И им вообще говорят, ну что такое 30 километров город, что его эвакуировать 30 километров, не может таких потоков быть, которые там на 30 километров пройдут. Вот, вот это извержение случилось, расплавился этот лед, расплавился снег, и на 30 километров как раз вот этот вот лохак, это такая смесь камней и воды, оно вот таким диким потоком полностью похоронило целый город, богатый город, прориспевающий город, 25 тысяч человек, практически никто там не выжил. То есть на самом деле это такой самый крупный лохак, который был на земле, вот он произошел именно там. И после этого колумбийское правительство потратило огромные средства на то, чтобы поставить прекрасную систему мониторинга. Там прекрасно все оборудовано, большое количество станций, и благодаря этому мы имеем возможность наблюдать этот вулкан в течение многих-многих лет. И вот, начиная с 2011 года, этот вулкан начал опять в фазу активности. То есть опять начались землетрясения, опять начались газовые выбросы, причем если в Горелом там газовые выбросы были там 11 тысяч тонн газа вообще в целом, там вода или СО2, СО2. Но здесь только СО2 30 тысяч тонн в день, а СО2 занимает где-то, ну, там 10%. То есть на самом деле здесь 300 килотонн, то есть 300 тысяч тонн газа в сутки. То есть это, ну, колоссальный совершенно объем. То есть это никакой Норильск, никакие там индустриальные центры, они не могут сравниться даже близко с таким объемом изверженных вот этих газов. То есть он выбрасывает существенное значение к этому. Это только из кратера, а на самом деле газ еще выходит просто из грунта. Вот, ну и здесь вот есть достаточно большое количество сейсмических станций, с помощью которых можно построить четырехмерную томографию. То есть можно определить не только распределение параметров в какой-то определенный момент, но и как они меняются во времени. Это, конечно, уникальная работа, которая была обвлекована с этой Nature Scientific Report, то есть это такая в очень бессмертном зудане. Вот оказалось, что вот до того, как началось это движение, под вулканом был большой резервуар, заполненный водой, условно говоря, с высоким соношением ВППС. Вот этот резервуар, это очень опасная вообще вещь, он может либо взорваться, либо, если вот найдется какая-то дырышка, то он начнет потихоньку стравливать вот это давление, этот пар, который из него выходит. И вот, к счастью, вот в данном случае произошел именно такой сценарий. То есть потихонечку, постепенно, вот этот вот резервуар начал уменьшаться. То есть вот это вот в 2010-е, это в начале, вот он был такой большой, в 2012-е он уже стал поменьше, в 2013-14-е он практически исчез полностью. То есть вся жидкость, которая была в этом резервуаре, она вышла на поверхность. И вот уже начиная с 2016-го года начала появляться вот новая вот эта аномалия. То есть вулкан дышит, в вулкане происходят какие-то периодические процессы. То есть он вдыхает и выдыхает, вдыхает и выдыхает. Ну и почему это происходит? Потому что вот когда у вас выходит вот этот газ, здесь в этом резервуаре понижается давление, давление приводит, ну вот эта вот разница давления приводит к тому, что с нижнего резервуара подсасывается новая порция материала, насыщенная вот этой водой, условно говоря, ну которая начинает опять заново этот процесс. Ну и вот этот, в этот момент, вот этот приток нового материала привел к тому, что здесь из кратера вышел такой кубок, как раз вот за счет этого давления вот этого вещества, ну из кратера вышел кубок. То есть вообще такое интересное явление. А в течение какого времени происходит выполнение камня? Ну вот здесь речь идет о шести лет. Шести лет. Шесть лет. Ну это может происходить не быстрее, я скажу. Ну хорошо, мы еще не очень встали. Ничего нормального. Вот я хочу поговорить о супервулканах. То есть мы поговорили о, в обычных даже очень крупных вулканах. Ну вот здесь речь идет о супервулканах. Супервулканы это то, у которых объем извержений составляет более тысячи кубических километров. И таких вот за последний миллион лет, их всего три. Это Тоба. Здесь это самый крупный вулкан. Самое крупное извержение вообще из известных. Две тысячи восемьсот кубических километров. Тоба расположена на острове Суматор. Это Таупа, это в Новой Зеландии. И Йеллоустон. Йеллоустон. Вот я сегодня расскажу про Йеллоустон немножко и про Тобу. Что такое Тоба? Ну Тоба это сейчас это озеро, такое очень мирное, совершенно ничего не напоминает о том, что здесь какая-то вулканическая активность. Размер этого озера 80 километров. Это самое крупное вулканическое озеро. Значит, здесь произошло извержение... Сейчас... Вот, 73 тысячи с половиной лет назад произошло извержение. То есть это, ну, по геологическим меркам, это тоже практически сегодняшний день. То есть это совсем недавно. Было выброшено 2800 кубических километров. Ну, это, конечно, имело глобальное влияние на атмосферу Земли. Раз уж тамбора имело глобальное влияние там в течение нескольких лет, то можете себе представить, что вот это извержение, которое было в 10 раз мощнее, оно имело, конечно. Конечно же, было цунами, конечно же, были спиропластические потоки. Но вот самое, конечно, страшное, это было понижение температуры. В течение нескольких лет температура упала аж 10 градусов. Вот первый год было 10 градусов, потом она потихоньку начала восстанавливаться. То есть первый год, те, кто выжил, те действительно стали сильными. То есть вот люди, считается, что вот люди появились, люди стали сапиенсом, вот они уже были тогда, эти люди, и те, кто смогли выжить вот эту катастрофу, они стали действительно людьми разумными. То есть вот считается, что это было то самое бутылочное горлышко, через которое прошло человечество для того, чтобы стать человеком. А это был ледниковый период или межледниковый? Ну, это естественно, что нет, здесь не было ледникового периода. Вот второе вот это извержение, которое было 25 тысяч лет, оно привело к ледниковому, видимо, какие-то там триггерные процессы были. Но само по себе вот это извержение, оно не может привести к ледниковому. То есть вот это понижение, оно продолжается в течение нескольких лет, далее оно восстанавливается. Но эти несколько лет их достаточно для того, чтобы множество видов на Земле просто вымерло. Вот. Ну и вот это место, конечно, привлекает внимание ученых. Здесь было уже несколько экспедиций по установке сейсмических станций. Ну, в частности, вот я одно время работал в Германии, и вот этот институт в Патсдаме, он также поставил сейсмические станции вот здесь, вокруг этого озера. То есть эти все данные, они доступны. Эти данные можно использовать для того, чтобы изучать внутреннюю структуру под этим вулканом. А что вот здесь еще интересно, что этот вулкан, он, ну, можно себе представить крупное извержение, связанное там с зонами погружения артоплеты по другую, там есть крупное извержение в разных местах мира. Но нету нигде такого, чтобы эти извержения происходили всегда в одном и том же месте. Вот несколько извержений в одном и том же месте происходят и бьют, и бьют в одной точке. Почему? Чем эта точка отличается от других точек? Почему вот эти суперизвержения происходят в этом месте? Ну, и вот в нашей работе мы попытались на это ответить. Ну, и первое, что мы можем видеть, если мы посмотрим на океанское дно, а если еще лучше, посмотрим на гравитационное поле, можно видеть, что вот это вот место, где находится вот этот вулкан, он совпадает с такой полосой, так называемая зона исследователей, то есть это разломная зона исследователей, которая разделяет два типа разных лиц, то есть плита более молодая, это более древняя, то есть две плиты, они, между ними есть разлом. И этот разлом, он всасывает в себя большое количество воды, и эта вода, она, в данном месте, вот эта вот плита, индийская плита, начинает погружаться под суматром, и эта вода вместе с этим разломом оказывается под вулканом, непосредственно под вулканом. Ну, и вот здесь вот мы видим, это вот наша другая томография, видна вот эта плита, которая погружается на глубине 200 километров, то есть здесь 200 километров. Ну, видно, что вот здесь вот плита, она имеет некоторый такой сдвиг, как бы вот этот сдвиг показывает на то, что вдоль разлома происходит неодинаковое погружение. Ну, и вот это можно посмотреть на таком трехмерном варианте, то есть здесь у нас плита погружается под более крутым углом, здесь плита погружается под менее крутым углом, здесь происходит разрыв, и в этом месте разрыва выходит большое количество воды. Опять же, то тепло, которое из-под плиты в этом разрыве происходит, оно также активизирует процесс вот этого выделения воды. Ну, и в результате вот этого вот чего и происходит такое аномальное аномальное поведение этого вулкана. То есть вот здесь мы сделали томографию, на ней очень хорошо видно, на этой томографии как происходит вот это выделение воды на глубине порядка 150 градусов. Конечно, это не вода в виде кабеля, то есть это не не вода в чистом виде, она содержится в каких-то кристаллах, минералах, то есть она в связанном состоянии, но при достижении определенной температуры, давления, эта вода начинает выходить, она начинает выходить, она начинает миглировать, она начинает подниматься через вот этот, через мантийный линдок называемый, приводит к понижению температуры плавления вот этого вещества, приводит к образованию капель расплавленных базальтов здесь, которые формируют вот такой огромный здесь резервуар, который и является своего рода печкой и источником вот этих флюидов, которые питают вот это вещество в верхней коре. То есть это вот сама по себе вот эта магма, она не может пройти, просто вследствие того, что она слишком тяжелая. То есть по закону Архимеда она просто не может пройти через вот кору. Кора слишком легкая, вот эта слишком тяжелая. Она просто выступает в качестве такой печки, в качестве источника воды. И вот оказывается, что вода это самое вообще страшное вещество, самое взрывоопасное вещество на Земле. Ни динамин, ни там, атомная бомба. Что самые вообще крупные катастрофы на Земле они связаны именно с водой. То есть вода, смешанная с веществом, условно говоря, гранитом. То есть вы возьмете гранитный камень, насытите их при большом давлении и при большой температуре водой, и потом потихоньку это давление начинаете спускать. И этот камень, он взорвется у вас. Будет. Если это маленький камень, то взрыв будет маленький. А если это камень размером там 10 километров на 10 километров, то взрыв получается как супервулкан. То есть это на самом деле такое очень опасное вещество. То есть это водинообразный процесс, который может... И вот такая бомба, она накапливается в течение сотен тысяч лет. Ну, 500 тысяч лет считается, что периодичность между суперразвержениями. Чтобы вот эта бомба накопила свою энергию, ей требуется порядка 500 тысяч лет. Ну, то бы она... Это живая система, конечно, потому что здесь происходит вот эти вот... Здесь мы видим большое количество землетрясений. То есть она живет, она не формируется. Но поскольку прошлое извержение было, ну, там, 70-1000 лет назад, то, наверное, сейчас маловероятно, что она взорвется в ближайшее время. Другое дело Геостром. То есть это такой любимый голливудский персонаж тоже. Вот в частности фильма 20-12, который я очень люблю на самом деле. Вот это, конечно, такой этот... как это... секси-объект, который везде снимают, везде его любят. Что такое Yellowstone? Здесь абсолютно другой механизм образования вулкана. То есть если в случае Тоба у нас идет погружение плиты одной по другой, вот это вот то, что выходит из погружаемой плиты на поверхность, это является продуктом, который питает вулкан, здесь вулкан питается из такой, условно говоря, струйки, струя, вещества, которое поднимается в манте, называется плюмом. То есть этот вулкан плюмовой природы. То есть в Земле существуют вот такие тоненькие, относительно тоненькие струйки, которые поднимаются из глубин, прямо из корб, из корб, из ядра мантийной границы, поднимаются в виде тонких струек, доходят до литосферы, и там по существу они протыкают эту литосферу. Если литосфера движется, то они каждый раз протыкают в новом месте. И вот здесь происходит именно это самое. То есть вы видите, что североамериканская плита движется со скоростью два сантиметра в год в этом направлении. А вот эти вот центры вулканизма здесь 16 миллионов, 15 миллионов, 12 миллионов, 10, 10, 4, и вот это современная область. То есть практически вот этот пояс, этот трек, он соответствует этому движению плиты. То есть плюн стоит на одном месте, а плита движется, и каждый раз она протыкает эту плиту в разном месте. Ну и вот это детальное место, которое здесь. Это последнее извержение, последнее извержение было 640 тысяч лет назад. До этого было 1,3, до этого 2,1. То есть вы видите здесь 400 тысяч лет, здесь 600 тысяч лет, то есть порядка полумиллиона между ними. Эта система она живая, она движется, она дышит, то поднимается, то опускается, поверхность над этим вулканом. Ну опускание и поднимание это порядка нескольких сантиметров в год могут происходить. То есть это, конечно, показывает, что система живет. С помощью GPS это можно измерить, с помощью методов космической геодезии, то есть все это меряется достаточно хорошо. Извините, а вот можно еще сделать? Да. А вот в каком настоянии? Ну просто чтобы было понятно, в какое настояние мы можем уменьшить. Ой, тут мне так дуру масштаб. Ну вот я сейчас схода не могу сказать. 20 сантиметров на 500 тысяч надо умножить, наверное. Ну да, это точно соответствует этому. Но я сейчас схода, я боюсь, я долго думаю туда. Я медленно считаю. Ну, здесь сотни километров на самом деле. И землетрясение, там происходит постоянное землетрясение. То есть эти информации, которые внутри этот магматический очаг, который живой, он так дышит, и вот эти дыхания приводят к постоянному деформациям в земной крови, которые здесь регистрируются в виде таких землетрясений. Но вот здесь удивительная вещь происходит, которую геологи в общем-то не могут толком объяснить. Обычно плюмовый вулканит, ну как Гавайи, например, или Азорские острова, там вулканы они все очень стандартные. из которых вытекают жидкие базальты, то есть базальт непосредственно из мантии выходит, выливается на поверхность, это очень такие, они как рейки эти базальты, то есть они несутся большой скоростью, покрывают большие поверхности, но взрывов каких-то таких они не производят никогда. То есть это сквозь трещины, они выходят на поверхность и все. Здесь состав совершенно другой. Вот этот розовый цвет, который, это состав, который соответствует верхней коре. То есть это не мантийный материал. Вот мантийный материал, вот он, то есть есть маленькие островки, желтенькие, это мантийное вещество. А это вещество соответствует верхней коре. Как вот эта верхняя кора могла оказаться главным продуктом извержения? Ну и вот это мы попытались объяснить, почему это происходит. Здесь происходит исключительно по той же самому механизму, как и в случае Тобы. То есть вот этот плюк, он оказался в данном, сначала в Гавайи, то там точно такая же ситуация. То есть есть у нас вот этот плюк, над которым движется тихоокеанская плита, и каждый раз вот этот плюк протыкает тихоокеанскую плиту в разных точках, ну и образуется вот такая цепочка островов. Но поскольку аукеаническая кора она состоит из такой твердой, тяжелого вещества, плотного, то мантийное вещество может спокойно выходить на поверхность, ей ничего не мешает. Здесь же плотность вещества гораздо ниже, поэтому вот это вещество не может проникнуть через кору. Соответственно вот оно здесь складируется, оно здесь образует большие резервуары, которые формируют вот эти источники флюидов, источники воды, в том числе, которая проникает в верхнюю кору, формирует вот эти вот очаги, и получается та же самая конструкция, как и в случае тобы. То есть при достижении определенного критического состояния этот очаг он взрывается, возникает такая вот лавинообразная реакция. Ну и оказывается, что несмотря на то, что общая система питания тобы и елого условно разная, основным механизмом их активизации является вода. Вот такая вот интересная вывод, что вода это наиболее взрывоопасное вещество на земле. Ну и вот в качестве заключения, повторю, что вулкан это мощный природный фактор, определяющий историю человечества, надеюсь, вы с вами согласились уже. Человек не может предохватить катастрофу, но способен спрогнозировать и оценить его последствия. Это позволяет минимизировать негативный эффект. Ну а геофизика это то, чем мы занимаемся, это достаточно мощный инструмент, но не единственный, конечно, инструмент, есть другие, как биохимия, геология, ну и все эти инструменты используют математику в качестве основы. Так что давайте будем дружить. Спасибо. Иван Юрьевич не только замечательный лектор и ученый, но еще замечательный художник. У него есть сайт, куда можно зайти и посмотреть его картины. Я не знаю, что вы сейчас где-то можете посмотреть или нет, но иногда бывают выставки. Да, бывает. В Академгородке очень много интересных научных коллективов. Вот Иван Юрьевич один из таких коллективов представил. То есть они находятся на самом передовом рубеже, как-то так сказать, науки. И самое интересное исследование у них происходит. Так что если кому-то интересно, пожалуйста, поступайте в наш университет и можете прийти к нему в лабораторию. Вам вопрос потому что говорили про суперменов? Да, может быть, вопрос. А супервумены то у вас есть в команде или только парни? Так. Вот мы эти пулканы. У меня очень сильно такой был конфуз. Где-то недавно я что-то сказал, что вы можете почувствовать себя настоящим мужчиной в таких спинницах. А что в Абсудовской Аравии это было. Там одна девушка очень сильно возмутилась, сказала, стала меня очень сильно ругать. после доклада? Нет, помимо доклада я сказала, что важно, она рябка была. Сама могу топать и сама могу таскать. У нас есть девушки в команде, есть, они даже участвуют, но мы стараемся их не нагружать себя. Они в качестве больше для удовольствия надеюсь. А можно ли спровоцировать извержение вулкана в каких-нибудь условиях? Например, мы знаем, что он в течение года должен взорваться и мы могли бы его сразу сделать, чтобы он взорвался в определенный момент. Это кажется, было бы довольно удобно. Ну, на самом деле, если смотришь на этот вулкан, какая-то махина, и каким образом это все спровоцировать, в принципе, наверное, каким-то образом здесь я уже точно готов. Я рассказывал случаи про Вторую мировую войну, что сбрасывали воронку Везувия бомбы союзники, и в результате в 44-м году началось извержение Везувия. То ли это совпадение, то ли это считается, что вроде как спровоцировали. Но вообще таких случаев очень мало. И она так больше фантастическая. Спрасывали, чтобы наблюдить Италию? Я как-то предложил такой сценарий интересный на этот счет. Ну ладно, это просто так. А еще какой определяются объемы извержений вулканов, которые были действительно давно? По слою кефры. То есть этот слой пепла оценивают. Слой прослеживается по всей, скажем, Тоба. Она прослеживается и в Африке этот слой. В Африке условно говоря это слой 2 мм. А вот где-нибудь в Индии 5 см. А где-нибудь на Самадриум несколько метров. Это же еще зависит от воздушных течений. Да, несомненно. Но вот в нескольких местах вот так вот можно померить и в сумме оценить этот объем. То есть этот объем можно... Ну, конечно, это довольно грубо получается. То, что ну, там плюс-минус слабый, но в принципе как-то можно оценить. Если по всей Земле мы видим, то значит что-то большое было. Извините, вот у меня вот насколько известно, вы довольно активно сотрудничаете с Институтом математики как раз Романова, да? Ну, активно, я бы не сказал, что мы активно с ними сотрудничаем. У нас был проект совместный, но сказать, что мы прям так активно с ними что-то делаем. Активно, если у нас есть совместные публикации, а совместные публикации у нас есть, к сожалению. А вот вопрос у меня возникает. Сдвиги пластов, сдвиги плит, не возникает ли там как раз памятник, там же, если переходить к математической модели, то возникают уже функции с разрывами. Обычными ленинговыми приблизить далеко не всегда удается. Ну, опять же, это процесс. Всегда мы работаем в упрощенной модели, потому что если мы будем работать с полной моделью, то мы никуда не сдвинемся. А нам нужно иметь более-менее такой оперативный инструмент, который доработал на простом компьютере, который мы можем в поле даже уже что-то сделать. То есть, конечно, усложнять можно что угодно, беспредельно, земля, как известно, это бесконечно сложное тело, но нам надо на чем-то останавливаться. Ну, как правило, вот известно, что те, которые занимаются очень сложными алгоритмами, они очень сложно реализуют. Да, вот может быть в единичном каком-то варианте для какого-то конкретного объекта они реализуются, но так, чтобы сделать его универсальным, это всегда проблема. А где находится ближайший вулкан к нашему региону? У нас есть интересные вулканы в Саянах. То есть, на самом деле, в Саянах есть такой вулкан Кропоткина, в очень непроходилом, труднопроходимом месте, туда очень сложно попасть. И считается, что там были извержения чуть ли не там несколько сотен лет назад. Но вот там реально такая вот корка, она метров 300 высотой, небольшой вулканчик, все вокруг залито свежими базальтами. Надо сказать, вот насколько эти базальты либо это сотни лет, либо тысячи лет, ну, в факт, что это первые тысячи лет. Это относительно близко. Есть вулканы в Якутии у нас тоже довольно свежие. Там английский район. Ну, вот это вот, пожалуй, единственное, что у нас есть. что у нас что у нас есть. Продолжение следует...